В честной партнерской союзии Казахстана и акционерного товариства «Гомсельмаш» существует уже около 10-х годов с моменту створения в Кустанае совместного предприемства по вытворчеству зернеуборочных машин. За минулый час выработано около 3000 комбайнов. Это, правда, совместный проект. Белорусские технологии допросовали в соответствии с парадами казахстанских специалистов, тем больше, что в этой краине и климат инжи, и территории куда больше значны. А прочатого в Казахстан выехали «Гомсельмашевские специалисты». Приезжают ежегодно на обучение на «Гомсельмаш». Это как технические специалисты, так и инженерные специалисты приезжают на обучение. Ну и наши специалисты выезжают на площадку в Кустанае, когда начинаем там сборку какой-либо новой модели комбайнов, чтобы обучить азам сборки, правильной эксплуатации этих машин. Подчас наведывания «Гомсельмаша» Сапархан Амару каже, что у его краине белорусские комбайны ценятся вельми высоко. При доброй якости и они до трех разов тонейшие за некоторые импортные аналоги. А тому и сегодня в Казахстане разглядаются махчемости по величине линейки машин, эти избираются на суместном предприемстве. Недавно наши делегации сюда приезжали, двух областей они тоже смотрели. Потом плюс еще в Казахстане у нас очень развито растеневодство, а в Белоруссии животноводство, молочного, мясного направления. Поэтому между нашими странами есть много чего друг у друга учиться. В Казахстане мой намер активно развивать живеологодовлю, а тому затекавлены у сучастных технологий перепроцовки молока. Вокористание натуральной сыровины, шмотступенный контроль на усих этапах и полное техническое первозброение. Дякую за этим складающим, сегодня акционерное товариство «Мелковито», вядомые не только у Белоруссии, минавито к этому сломачивается интерес для его сбоку деловых полу в Казахстане. До речи, обращая обовязковой, предприемство прошло еще и доброохотную державную регистрацию. Для того, как быть прикладом для инших, необходимо выкористовывать усе макчимости. В каждые сутки на акционерном товаристве «Мелковито» перепроцовывается больше 700 литров молока. При этом 75% выработанного поставляется на экспорт для российской партнеров Российской Федерации, Туркменистан, Дивия, Китай. Зараз до речи ведутся перемоги о поставках гомельской молочной продукции в Японию. Причем у каждой краины свои приоритеты. Если Япония да и перевагу йогуртом, то в России по этому корыстаются сыры и молоком. Доля Казахстана в огольном объеме экспортных поставок «Мелковито» поколь не вельми значная, но предприемцы кажут, что это только початок. На данный момент идет переговор о отгрузке порядка 100 тонн готовой продукции, но это будет продукция выбираться в течение всего года. Раньше они брали сухое молоко для промышленной переработки, а в данный момент эта уже продукция идет в магазины, на полки и напрямую к потребителю под нашей торговой маркой. Олег Семчаров, Валерий Копанько, телеродокомпания «Гомель».